Я работал в Риме. Вообще, вы можете понимать, что я клиницист. Я лечу пациентов каждый день, как и вы. Я сегодня здесь не приехал вам просто гистологические срезы показывать. Я буду говорить о клинике. Дело в том, что я использую исследования для того, чтобы подкрепить свои клинические знания. И моя цель сегодня – помочь вам разобраться в том феномене, с которым мы сталкиваемся каждый день. Основная разница между мной и большинством из коллег – это то, что у меня есть возможность, и была возможность еще 20 лет назад, установить у себя гистологическую лабораторию прямо в клинике. Дорогие коллеги, я снова приезжаю в Киев 14 и 15 декабря 2019 года для проведения двух семинаров для iDental Study. Название первого курса, который пройдет в первый день – борьба с бактериальной биопленкой. Мы поговорим о процессе дегенерации в пульте, который начинается после пенетрации бактерий, к которому приводит глубокое кариозное поражение. Будет четко продемонстрировано, как этот процесс медленно прогрессирует, пока не достигает опекального отверстия. Будут также изложены все аспекты, связанные с инфекцией в корневом канале, включая морфологию и локализацию бактериальной биопленки внутри системы корневых каналов. Также подискутируем о процессе формирования периопекальных изменений, а также о классификации этих поражений. Будут проанализированы все современные оперативные процедуры, включая методы определения рабочей длины, инструментальную обработку корневых каналов, классификацию гута-перчи в зависимости от техник обтурации, а также новых материалов, что базируются на силикате кальция. Несмотря на то, что в большинстве ситуаций мы успешно лечим некроз пульпы и периопекальные поражения, будет доходчиво изложено, почему в некоторых ситуациях клиницистам не удается достичь полной эллиминации инфекции в корневом канале, и почему мы не достигаем успеха. Детально проанализируем микробные и немикробные причины этих неудач с особым вниманием к некорневой инфекции и периопекальным кистам. Поговорим о достаточно дискутируемой проблеме, такой как латеральные каналы, которую я называю «Вечная история». Семинар второго дня имеет название «Витальная терапия пульпы и возможность сохранить зуб живым при глубоком поражении кариеса». Я презентую украинским коллегам новые революционные концепты, которые в значительной мере меняют подход к лечению кориозных полостей с близким расположением к пульпе. На сегодняшний день в очень многих ситуациях мы проводим эктерпацию пульпы, и я продемонстрирую, каким образом и в каких ситуациях мы можем сохранить живой всю или часть пульпы, которая страдает от кориозного поражения. Большое внимание уделим диагностике состояния пульпы и составлению плана лечения. Важная часть курса будет посвящена такому спорному вопросу, как глубина экскавации кариеса. Достаточно опасная практика под названием частичная или селективная некрактомия рекомендуется многими кориологами. И я продемонстрирую, почему это неприемлемо с биологической точки зрения. Тема семинара второго дня будет особенно интересна общим стоматологам, детским стоматологам и эндодентистам. С нетерпением жду встречи с вами в Киеве в этом декабре. Когда я первый раз узнаю, что Доминика Рикучий приезжает до Киева, я очень рад, потому что это была моя мечта увидеть этого соседнего известного лекаря. Я очень много сделал выяснений. И я думаю, что после этой лекции моя работа очень много изменится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова